Но теперь к главному вопросу, как это все стало возможным. Где российское ПВО? Это вопрос, который интересует не только военных обозревателей, политиков, публицистов, всех на свете, но интересует в том числе и ЗЭТ общественность, а также жителей Пскова, Брянска и многих других российских городов. Россия большая страна, гигантская, если говорить совсем прямо. Там огромное количество городов и в каждом из этих городов, почти в каждом есть по военному объекту. У России много систем ПВО, но не настолько, чтобы прикрыть абсолютно все. И поэтому, вообще мы видим это и с украинской стороны, и с российской стороны, есть выбор, что делать. Защищать системой ПВО города или задействовать систему ПВО на линии фронта, которая тоже довольно большая. Зачем ПВО нужно на линии фронта? Потому что оно сбивает дроны, оно сбивает там самолеты и много чего еще. Собственно, одна из задач вот этих атак по российским городам заключается в том, чтобы Россия отвела ПВО, какое-то количество систем, в тыл. И, собственно, в тылу уже там пыталась каким-либо образом сбивать эти дроны, но чтобы они не были на поле боя, чтобы они не были непосредственно на линии фронта. И, скорее всего, это частично, как минимум, работает. Маргарита Симоньян, например, постоянно пишет, что вот уже два дрона прилетало к ее дому, и там доблестный панцирь всех сбывал. Так вот этот доблестный панцирь, скорее всего, поставлен там по личной просьбе Маргариты Симоньяна. Вы помните, были атаки дронов на Рублевку? И я говорил, что, скорее всего, после этого, вот, значит, как это, завсегдотая рублевских ватсапов, они попросят поставить себе личные системы ПВО как минимум на какой-нибудь СНТ-богач, где они живут на свои наворованные деньги. Не все, кто живут на Рублевке на наворованные деньги, но немало их части. И, судя по тому, что пишет Маргарита Симоньян, ровно так и случилось. Но это мелочи. Понятно, что от одного панциря серьезная ситуация не изменится. Но что происходило дальше? Значит, когда в СУ наносили атаки по Москве, Россия, естественно, решила, что приоритетная цель Москва. Поэтому свободные или, скажем так, не сильно занятые системы ПВО, они охраняют именно Москву. Вырубили Лосиный остров, поставили систему ПВО на здание российских официальных ведомств. Но в России много городов и много военных объектов, и закрыть их все, естественно, не получается. Поэтому ВСУ довольно успешно пролетели через те воздушные коридоры, которые они выявили, это мое предположение, выявили в прошлые разы, в прошлые атаки. И, собственно, нанесли удар по российской стороне, по российским городам, по российским объектам военным, которые являются легитимной целью. Вот как описывают случившееся в Пскове и как там работало ПВО местные жители. По крайней мере, об этом пишет телеграм-канал, можем объяснить. ПВО в Пскове не работало. Стрельба в воздух началась уже после налета дронов на аэродром и начавшегося пожара. Два собеседника МО рассказывают, что в Пскове до первых взрывов на аэродроме Кресты не было слышно работы ПВО. Стрельба в воздух началась только когда аэродром уже полыхал и длилась около часа. Никто ничего не слышал, просто пошли взрывы на аэродроме. До этого была тишина, потом уже начались стрельбы в воздух, рассказывает житель города. Мой приятель в момент первого взрыва был на вокзальной улице, это совсем рядом с Крестами. И не было звуков моторов-беспилотников, которые невозможно не услышать, отмечает второй собеседник МО. Стрельба в воздух из зенитных орудий, которая попала на многочисленные видео, началась уже после пожара на аэродроме, следует из слов псковетян. Они там стреляли трассерами из зениток и даже чуть ли не из пистолетов и автоматов. То есть ничего уже не видно, но звук стрельбы в воздух слышен. И это шоу еще до трех ночи периодически происходило. После того, как уже вовсю аэродром горел, из крестов стали взлетать транспортные самолеты Ил-76. Звух их двигателей сложно спутать. Так они улетали каждые три минуты. Пять минимум взлетело, отмечает собеседник, можем объяснить. То есть, что произошло? Начались прилеты дронов, начались взрывы, начался пожар на аэродроме. И только тогда система ПВО начала работу. То есть, систем ПВО с ракетами там, судя по всему, не было. По крайней мере, ракеты никто не слышал. Но начали стрелять из зениток и из стрелкового оружия. Было много сообщений ночью, что огонь ведется именно из стрелкового оружия. Либо там долетали какие-то дроны, либо это просто была симуляция деятельности для того, чтобы отчитаться потом, что вот мы сбивали, мы как бы стреляли, мы пытались. Вот смотрите, у нас все работало. В России много городов, где есть военные объекты. И закрыть их всей системой ПВО не получится. Но, наверное, будут пробовать. И сейчас, когда речь идет уже не о Москве-сити, которая никому не нужна, по большому счету, естественно, российское руководство военное призадумается, стоит ли вставить часть ПВО, отводить их с фронта и закрывать какие-то ключевые объекты в российских городах. Все это будет наращиваться, потому что производство беспилотников в Украине наращивается. Производство этих беспилотников не очень сложно. И если у Украины система ПВО, которая весь год разрасталась и защищает города, что является одной из проблем. Если бы это ПВО были на фронте, то было бы гораздо легче ВСУ. Но они не могут оставить без прикрытия города, потому что Россия наносит удары по этим городам регулярно. То у России она, что называется, не пуганная в этом отношении. И да, какие-то дроны долетали, но без серьезных масштабных последствий. Ну как, были уже прилеты на аэродромы, но опять же не такие масштабные. И поэтому сейчас в Кремле сильно призадумаются, что им со всей этой ситуацией делать. А призадумаются не зря, потому что давайте теперь считать, сколько дронов прилетело на российскую территорию. Поверим на слово всем сообщениям, что, конечно, делать нельзя, но тем не менее. И в совокупности у нас получается около 20. Может быть 25. Давайте в большую сторону. 25 дронов это много или мало? На самом деле это не очень много. На самом деле Украина может делать еще большие атаки. И тоже скоординированные, но еще и волновые. То есть в несколько волн. Мы получили ответ на вопрос, что будет, если на военный объект прилетит 10 дронов. Но мы не получили ответ, что будет, если на военный объект прилетит 20 дронов, 30 дронов, 40 дронов, 50 дронов. А что, если гигантская эскадрилья дронов 100 единиц полетит по какому-нибудь городу, в котором огромное количество военных объектов? Сможет ли тогда российская ПВО сделать хоть что-нибудь? Хотя она и сейчас не может сделать практически ничего. Только в тех городах, куда уже прилетали. И как вы видите, это вопрос совершенно непраздный. И поэтому я в очередной раз повторюсь, что все гражданские, уважаемые мои, пожалуйста, не подходите к военным объектам вообще. Военный объект, что это такое? Это любой завод, который связан с Министерством обороны. Это любое предприятие, которое оказывает услуги Министерству обороны. Это любое официальное, силовое или военное ведомство. Это любое правительственное ведомство. Потому что это как это центры принятия решений. И безусловно, это все, что связано непосредственно с военкой. Полигоны, аэродромы, казармы и прочее. Имейте, узнаете, вот прям не поленитесь. Сядьте сегодня и посмотрите, где в вашем городе это находится. Оно все не очень спрятано. Россия, как я уже сказал в этом отношении, не пуганная. Поэтому посмотрите на картах и не ходите туда. Ищите другой маршрут на работу, в школу, еще куда-нибудь. Потому что, как мы увидели, вот эти дроновые атаки, они не по гражданским объектам. Но Россия их пытается сбивать. Россия их пытается подавлять рэбом. И, соответственно, дроны могут отклониться. Ну и вообще взрывы на этих самых военных объектах, они могут быть очень масштабные и гигантские. Наверное, особое внимание нужно уделить именно заводам. Потому что если с военными базами вы плюс-минус понимаете, что это военный объект, то завод совершенно неожиданно для вас может оказаться заводом, который производит там микроэлектронику для российских ракет. Ну, надо сказать, что по итогу всей этой ситуации я удовлетворен, во-первых, тем, что действительно удар эффективный. Никто уже не говорит о том, что удары являются просто показухой или чем-то. Нет, это нанесение ударов по важным военным объектам. Во-вторых, удовлетворен тем, что я правильно понимал, что происходит. Это потому что, опять же, когда не случилось масштабной атаки дронами 24 августа, я подумал, ну, может, действительно я что-то перемудрил. Нет, не перемудрил, вот ровно в этом план ВСУ и заключался. План хороший, и я надеюсь, он будет развиваться и дальше. Ну и последнее. Мы увидели, что никакой общественной информации по этому поводу нет. Поймите меня правильно. Значит, как действует государство, которое заботится о своих гражданах. Я не говорю, что Россия такое государство. У меня уже нет на это никаких иллюзий по этому поводу. У вас тоже. Но просто чтобы подчеркнуть, чтобы те зрители, а я знаю, у меня есть зрители, которые выступают из-за того, чтобы Украина была уничтожена, и что Путин молодец. На удивление, есть у меня такие зрители. Так вот, задайтесь вопросом. Что должно делать государство, когда происходит такое? Что делает нормальное государство? Нормальное государство разрабатывает протоколы, использует воздушную тревогу. Ну, то есть, как бы изучает, как использовать воздушную тревогу. Ну, то есть, пытается всячески вас информировать о том, что есть опасность. То есть, основная задача государства – это сохранить вам жизнь. И если государство игнорирует эту проблему, если государство не информирует вас о ней, то есть, не дает вам стимул к тому, чтобы обеспокоиться о собственной безопасности, то, значит, ваша жизнь не очень важна. Почему я делаю такой вывод? Потому что ни один федеральный канал российский с утра не рассказал о произошедшем. Ни один. Вообще. Не говорю, что показал кадры. Вообще о факте самого массового прилета украинских дронов по российской территории не сказал ни один диктор новостей. Понимаете? Поэтому задача российского государства – это не обезопасить вас. Задача российского государства не в том, чтобы вы остались живы. Задача российского государства – показать, что у нас все под контролем, все хорошо. Они будут отчитываться и дальше в своих сводках, да, то есть, в Телеграме, есть у Минобороны канал и прочее. Они будут говорить, что все сбили. Но для массового зрителя они вообще не будут рассказывать, что это происходило. Поэтому знайте, что российскому государству, те, кто его поддерживают, Ему плевать на вас, сысок колокольник. Для остальных не говорю, а остальные и так знают.